Для истории 79 лет – это совсем малый промежуток времени. Именно столько в этом году исполнилось со дня победы над фашистами. В Победном мае 45-го Брест был разрушенным и опустошенным. Сегодня вместо ям от снарядов на наших улицах расположились современные здания. Вместо траншеи окопов пешеходные и велодорожки, а вместо грохота взрывов играет военный оркестр. Город Брест – это город-герой, это символ мужества, стойкости. И, конечно, вот и я, и ребята, которые приехали, ну это что-то необыкновенное. Мы когда ехали, конечно, мы читали, мы посмотрели, как по белорусам война прошлась. То есть мы понимаем, что каждый четвертый белорус, скажем так, погиб во время Великой Отечественной войны. Мы прочитали, что 9 тысяч населенных пунктов было разрушено, более 600, там около 650 сожжено вместе с жителями. Ну это ужас, конечно. И вот очень героический белорусский народ, это 100%. Для жителей микрорайона Южный слово «победа» несет особый смысл. Ведь каждый пятый здешний житель военной, они – защитники Отечества в буквальном смысле этого слова. Здесь же дислоцируется 38-я отдельная десантно-штурмовая бригада. А потому традиционно торжественные мероприятия, переуроченные ко Дню Великой Победы, проводятся у обелиска воинам Великой Отечественной войны и начинаются они с возложения венков. День Победы День Победы – это то, что нас объединяет и делает непобедимыми перед лицом всех трудностей и невзгод. В этот день мы вспоминаем о ценности жизненных действительно истин, таких как здоровье, радость, счастье. От каждого прожитого дня в согласии со своими родными, близкими, в созидательном труде – это дань памяти и уважения, конечно же, нашим защитникам, защитникам нашей Родины. Это священный праздник. В Московском районе на сегодня проживает 96 ветеранов Великой Отечественной войны. 14 из них – это участники Великой Отечественной войны. Поэтому мы чтим, помним каждого, считаем своим долгом и обязанностью поддержать их, не только их, и их семьи в том числе. Память наших предков, историческая память – она это такое очень важное для каждого белоруса. И это мы увидели, когда вносилось изменение в Конституцию, и вносились эти именно позиции, как патриотическое воспитание, историческая память. Мы помним, как живо обсуждалось это все, как живо поддерживалось, и как, в принципе, и молодые, и более взрослые люди, наши белорусы, они проголосовали за внесение в Конституцию этих позиций. Поэтому можно с уверенностью сказать, что историческая память – это очень важное, дорогое такое значение для каждого белоруса. После возложения венковых цветов к обелиску воинам Великой Отечественной войны и всех желающих пригласили на выставки и игровые площадки. А в заключении праздника состоялся концерт. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Недаром говорят, что День Победы – это радость со слезами на глазах. Ведь война пришла в каждую белорусскую семью, и многие потеряли родных и близких. Главное, что все было не напрасно. Об этом говорит и то, что, несмотря на не очень хорошую погоду, почтить память павших героев и отдать дань уважения ветеранам собрались представители разных поколений, те, для кого подвиг боевой славы – не просто слова. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ